На содержание карманной армии под названием коммунальное предприятие муниципальная охрана мэрия в нынешнем году выделила 41 миллион гривен. Такое решение было принято в ходе последней мартовской сессии городского совета. В больницах города собираются сократить штат сотрудников, потому что нет денег на содержание. В школах дети питаются булочками размером спичечный коробок. На большее в мэрии денег нет. Программа равенства направлена в первую очередь на адаптацию людей с ограниченными физическими возможностями практически провалена. Средств на выполнение не хватило. Разваливающиеся на глазах памятники архитектуры, на ремонт которых бюджета нет. Этот весьма скорбный список, на что у городских властей нет денег, можно продолжать бесконечно. Зато есть средства на карманную армию, так называемую униципальную охрану. Так называемую, потому что на самом деле охраняет она исключительно самого Геннадия Труханова. Ему же и подчиняется, и не только охраняет. Пока это сомнительное во всех отношениях КП было замечено исключительно в силовых и рейдерских мероприятиях, где муниципальные тетушки не охраняли, а нападали, избивали, выживали людей. 41 миллион уже выделено на это подразделение. Я иначе его не называю, как Трухановская карманная армия. Потому что мы пристально уже более года наблюдаем за действиями муниципалов. Это очень сильно похоже на УПГ прямого подчинения мэру города. Я бы сказал, что довольно серьезным является тот факт. Мы понимаем, что это подразделение, которое выполняет определенные задачи напрямую, которые стоит ставить Труханов, Котляр, потому что там такая вертикаль подчинения. Незаконное формирование под названием муниципальная охрана на самом деле создано еще и под выборы. Ни для кого не секрет, на что готовы эти крепкие и бравые ребятки, отрабатывающие пайку из рук своего хозяина Геннадия Труханова. Это подразделение накачивают, скажем так, спецсредствами, автомобилями и растет количество людей под выборы. Потому что сегодня ситуация такая в стране, что мы понимаем, что в любой момент могут состояться выборы. И мэрия таким образом вооружается, доверяя делам, вооружается против своих возможных оппонентов на выборах. Чем будет заниматься Департамент муниципальной безопасности на выборах, совершенно понятно. Это будет психологическое и физическое давление на других кандидатов, которые не входят в эту Трухановскую банду, которые не входят в доверяя делам. Соответственно, это прямая угроза, я бы сказал, что не только демократии, но и территориальной целостности. Потому что у нас как бы удельное княжество здесь образовывается. Тетушки вооруженные за наш с вами счет, одетую и в форму сшитую за наш с вами счет, разъезжающие на автомобилях купленные за наш с вами деньги. Не слишком ли, Геннадий Леонидович, впрочем, жирующим за наш с вами счет, господам из мэрии ровным счетом наплевать, что думают по этому поводу простые одесситы. Собственно, и создана эта карманная армия только для того, чтобы отбивать охоту для любого инакомыслия. Ведь главное, любыми способами удержаться за власть.